всем привет сегодня на обзоре вот такой ноутбук от пакард белл и модель называется из ван из ван силу не знаю насколько он easy весит он почти 4 килограмма раньше это было конечно нормально сейчас чуть чуть больше чем мы все привыкли работает он windows xp media edition у него нет коннекторов для сети только для подключения для телефонового кабеля зато есть все другие старые относительно новые порты которым мы уже привыкли здесь есть на удивление даже флопик и слот для писать карт куда вставлена вай-фай карта так здесь еще есть необычное вот регулирование громкости при помощи такого ползунка это честно говоря первый ноутбук у которого такое вижу входы для аудио микрофона все как обычно здесь у нас показатель для батарейки разряжен заряжается разряжена подключен к сети и кнопочка для вызова мессенджера почтового здесь инфракрасный порт и сиди привод дивидером еще не пишущий если перевернуть мы тоже видим много интересного наклеечка с рабочим кодом операционной системы запор для батареи и все остальное ну и сейчас попробуем разобрать посмотреть что у него внутри первым делом карту на всякий пожарный потом уберем запор для батареи замочек батарея к сожалению не в рабочем состоянии она держит не больше 50 секунд заряда показывает что полностью заряжена но не работает так начинаем откручивать винтика они стандартны никаких особых усещрений внутри но здесь это следует на влагу не похоже возможно отобрали был клей который уже окаменел практически вынимаем флопик все в идеальном состоянии не новое конечно но без следов пыли ноутбуку видно очень бережно относился прежнего владелец даже нижняя сторона почтение поцарапано правда на не соприкасается со столом благодаря выпуклым резиновым ножкам но все же и наклеечка выглядит новый большинстве случаев такие наклеечки ободраны поцарапаны здесь этого да кстати здесь интересный момент если обратили внимание на нижней крышке есть кнопочка ресета бог нужно сбросить если нужно так здесь нужна другая чуть-чуть отвертка так можно еще вытянуть вот эту маленькую плату которая не дает добраться по тему деревенского здесь у нас хорошая защита для всего чего туда внутренности жесткий диск расположен здесь вот этот маленький диск расположен здесь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По жесткому диску здесь гораздо сложнее, чем в современном ноутбуке. Да, и в большинстве ноутбуков того времени тоже. Вот такой вот кулер. О, и охлаждение. Можем заодно поменять термопасту. Разбирать жесткий диск оказывается у нас здесь. Вот он. Он присоединен к флопе. И держится вот на этих двух винчиках. Поэтому мы сейчас уберем этот жесткий диск с установленной Windows XP. И ничего не сделаем, поскольку у меня нет такого диска с таким интерфейсом. Ну, что поделать? Оставим тогда все обратно. Опыта с переустановкой, с подменной OS, выполнить не удастся. Ну, раз диском не вышло, поменяем термопасту на нашем третьем Intel Pentium. Продолжение следует... Продолжение следует... Расправляем термопасту теми визитными карточками, которыми был заполнен дисковод для... Какие диски пригодились. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и ставим все в обратном порядке. Собственно, сборку уже, наверное, показывать смысла нет. Термопасту поменяли. Здесь все хорошо. Диск не смогли. Ну а вот компоновка всего, как на ладони. Можно еще снять, попробовать. Не знаю, эта плата... Нет, она все соединена внутри. То есть получить доступ к материнской плате можно только если снять вот эти все щиты. Так что сейчас не будем. Ну и тут, тем более, еще и привод. Все, собираем оправду.